Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале. В прошлом году мы провели несколько дней в Санкт-Петербурге. И сегодня я хочу вам продолжить рассказ о том, где нам удалось тогда побывать. И посещению Шлиссельбургской крепости я решила посвятить отдельное видео. На машине мы доехали до города Шлиссельбург и прошли мимо прекрасного памятника Петру на причал. Корабли здесь ходят довольно часто, и вскоре мы уже заняли свои места и направились к острову. В пути мы были примерно минут 15. Погода была солнечная, и вид открывался просто сказочный. У этой крепости богатая история, но я расскажу лишь об основных фактах и о том, что меня особенно поразило и впечатлило. Крепость была основана в начале XIV века и свое имя получила от названия острова. В 1612 году остров был захвачен Швецией. Осада длилась 9 месяцев. Из 1300 жителей крепости осталось 100. Защитники умирали от голода, но до последнего не хотели ее сдавать, и шведы прозвали ее Нутербургом, что значит Ореховый город, и потому крепость Орешек. В ходе Северной войны в 1702 году русское войско вернуло крепость в состав России. В осаде лично участвовал Петр I. Петр переименовал крепость в Шлиссельбург – ключ-город, и на шпире государевой башни велел установить ключ, как символ того, что это ключ к Неве и Балтике. С 1723 года крепость была преобразована в тюрьму для политических преступников. Это было идеальное место для ссылки. С одной стороны недалеко столица, а с другой сбежать отсюда очень сложно, из-за высоких крепостных стен и сильного течения Невы. Перед нами развалины первого тюремного корпуса. Изначально это были казармы для солдат Петра I. Заключенные этот корпус называли зверинцем. Самой первой узницей стала сестра Петра I Мария Алексеевна. Позднее в заключении находилась его первая жена Евдокия Лопухина. Здание старой тюрьмы или секретный дом, как его еще называли. Тут восстановлена планировка тюрьмы конца 18-го, начала 19-го века. Это одиночная камера. Их здесь 10. Узниками секретного дома в 1826 году стали многие декабристы. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Невозможно, будучи здесь, не ощутить всю глубину трагичности данного места. Эта яблоня была посажена на месте, где многих казнили, в том числе Александра Ульянова, брата Ленина. Он участвовал в покушении на Александра Третьего. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы спускаемся в подвал Королевской башни. Это была первая отреставрированная в 50-х годах башня. Субтитры создавал DimaTorzok В XIX веке на территории крепости было построено второе тюремное здание – Новая тюрьма. Сюда ссылали на родовольцев. Здесь сидел один из самых известных узников Шлиссельбурга – Николай Морозов. Известный революционер, руководитель земли и воли, создатель народной воли. Он принимал участие в покушениях на Александра Второго и был осужден на пожизненное заключение. Здесь он писал стихи и научные работы по биологии, физике, химии, астрономии, выучил несколько иностранных языков. Выйдя из тюрьмы, он продолжил свою литературную деятельность. Воспоминания о заточении в крепости Николай Морозов отразил в книгах «Повести моей жизни» и письма из Шлиссельбургской крепости. Я начала читать их в интернете и должна сказать, что это интереснейшие мемуары, написаны прекрасным литературным языком, и личность самого Николая Морозова заслуживает большого интереса и уважения. Отбывала заключение здесь и революционерка Вера Фигнер. Она также написала воспоминания о своей жизни в тюрьме за впечатленный труд. А еще по крепостной стене здесь проложен обзорный маршрут. За дополнительную плату можно туда подняться и, любуясь на замечательные панорамы с видами города, Невы, Ладожского озера, еще и послушать рассказ аудиогида. Субтитры подогнал «Симон» 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 И до встречи в следующем видео Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»